Василий Суриков В 1877 году Василий Суриков взялся написать четыре фрески для храма Христа Спасителя в Москве. Ему предстояло трудиться два года, но оплата была весомой – давали 10 тысяч рублей. В те годы городской архитектор в Подмосковье получал за год 300 рублей, а городской глава – 1500. Темой стали Вселенские соборы, на которых первые христиане спорили о природе Христа и решали, какие убеждения верные, а какие ереси. Три исторические картины «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» и «Меньшиков в Березове» считаются вершиной творчества Василия Сурикова. Все они хранятся в Третьяковской галерее. Искусствоведы объединяют их в серию «Историческая трилогия». «Утро стрелецкой казни» – первое крупноисторическое произведение художника. На холсте шириной почти в 4 метра мастер запечатлел Москву конца XVII века. Огромный холст едва помещался в квартире Суриковых. Исследователи рассказывали, что художник работал над картиной, расположив ее по диагонали между комнатами. Боярыня Феодосия Морозова действительно жила в середине XVII века во времена царя Алексея Михайловича. Боярыня Морозова – богатейшая женщина из ближайшего окружения царя. Она помогала старообрядцам, поддерживала мятежного протопопа Аввакума и шла на конфликт с самим Алексеем Михайловичем. В 1671 году ее арестовали. На картине Суриков показал момент ее реальной биографии. Закованную в цепи Морозову везут на допрос по людным улицам. Василий Суриков погрузился в изучение петровских времен еще на стрельцах. Из этого глубокого интереса родилась и идея ссыльного Меншикова. Александр Меншиков был ближайшим соратником Петра I. Из простого денщика, помощника офицера, он вырос до титулов светлейшего князя и графа. Когда в 1725 году император умер, Меншиков помог зайти на трон его вдове и фактически стал править государством. Но его честолюбивые планы рухнули после внезапной смерти Екатерины I. Меншиков попал в опалу, лишился всех титулов и был сослан в Сибирь. Здесь его и представил Василий Суриков в суровом северном городке Березове, в низкой холодной избе, где словно застыло само время. В последний период жизни художник продолжал много путешествовать, строил планы на крупные картины. В 1912 году Суриков написал «Посещение царевной женского монастыря» – свое последнее значительное полотно. В отличие от других его крупных картин, у этой нет привязки к историческому событию. Героиня – собирательный образ, она воплощает трагическую судьбу всех русских царевин. Позже Василий Суриков еще раз ездил в родную Сибирь, где писал акварели и пейзажи. Не стало художника в марте 1916 года. Он умер в Москве в возрасте 68 лет. Похоронили Василия Сурикова на Ваганьковском кладбище. Его имя носит Московский художественный институт, а в Красноярске, на родине художника, открыт музей-усадьба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин